С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Вы знаете, у нас сегодня такая встреча, которая... Я бы хотел, чтобы вы взяли чай, кофе, чтобы вы расположились как вам удобнее. Поскольку у нас в гостях сегодня человек, который заставляет думать, помогает думать. Человек, который вот в мою жизнь внес очень много такого важного, чего, может быть, даже мне не хватало. И дело даже не в том, что Михаил Туровский издал книгу, которая содержит очень много таких его наблюдений, много его размышлений, много цитат из его творчества. А потому что он живет какой-то такой особой жизни творца, художника. Михаил Туровский художник. Но его называют и писателем, о нем говорят еще как о мыслителе, о философе. Поэтому сегодня, вы знаете, есть такая у евреев традиция. Когда им надо получить ответ, они открывают Тару, пальцем указывают какую-то строчку, не глядя, и читают ее. Некоторые пользуются Тарой, некоторые пользуются книгами, размышлениями Любовичского Рэбе. Но это не важно. Главное, что не глядя указывает и получает ответ. Вот я начну вот именно с этого момента. Я открываю книгу, я не знаю, где ее открываю. Я пальцем указываю какую-то цитату и читаю. Михаил Туровский сейчас замер в ожидании, что же мы прочтем в самом начале. «В России должны жить вечные жиды. У них есть шансы дожить до лучших времен». Разве это не ответ, господин Михаил Туровский? Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нравится ваш ответ, с которого мы начали? Знаете, я не могу отрешиться от… мне не совсем нравится. Вы чувствуете, что это ваше? Или как только вы написали, как только вы что-то создали, это уже не ваше? Какое у вас ощущение? Ребенка или… или я не знаю. У меня очень сложные отношения к написанному. Как только оно написано, оно вообще до этого очень долго должно было отлежаться. Иногда несколько лет какая-нибудь фраза ищет своего момента, когда она станет на четыре лапы, как собака или кошка. И убежит. И убежит. Может убежать, оказаться недействительной, нереализованной, несолидной, незрелой. Иногда наоборот. Она как наши дети, непредсказуемые. Они могут оказаться удачными, неблагополучными и тому подобное. Ужасное состояние. И я даже чувствую, что я ответственность не беру на себя за написанное когда-то. Удивляюсь и думаю, сейчас я написал бы совершенно иначе по этому поводу. Но для этого надо задуматься на несколько лет. Но у вас хватает мудрости понять, что значит, тогда я был таким. Или вы начинаете себя ругать, вы начинаете себе говорить, ну надо же, я совершенно не умел мыслить, я вообще как-то… Знаете, я уже в таком смысле, когда я начинаю себя жалеть, время на то, чтобы жалеть себя. Нужно как-то открытыми глазами смотреть в лицо. Ну, тогда давайте я вас представлю, ваше резюме. А иначе мы как бы говорим. Михаил Туровский родился в Киеве в 60-м году прошлого столетия, 20-м, 1960-м. Что вы? Закончил Киевскую… Нет, нет, родились вы в 33-м. Это в 60-м году Киевский художественный институт закончили. В 65-м, 1900-м, был принят творческую аспирантуру Академии искусств СССР. Дальше у нас с 24-х лет он участник многочисленных выставов в Киеве, Москве, за рубежом. А в 1979-м году Михаил с семьей эмигрирует в Соединенные Штаты Америки, где живет в городе Нью-Йорк. Все правильно? Правильно. Ну, я думаю, этого достаточно для творческого человека. Все остальное говорят ваши картины. Да. Но вот, когда мы с вами сегодня разговаривали, я узнал о том, что у вас хранится бутылка шампанского, которая очень давно хранится в хорошей, хорошего винного шампанского дома. И вы даже мне говорили, это Эль Грика, да, и вы говорили о том, что вы это шампанское вот уже много лет никак не откроете. Оно было подарено к событию, а событие как бы приходило, вот вначале это была годовщина какая-то свадебная, потом какое-то получение звания народного художника Украины, затем там еще какие-то регалии. И каждый раз почему-то вы эту бутылку не открываете. Почему? Забывали, что она у вас в погребе там где-то? Нет, всегда казалось, что самое главное впереди, знаете, самое главное впереди. Казалось, может ошибочно казалось, откладывалось, открытие бутылки откладывалось. Вот вы мне посоветовали эту бутылку, так сказать, придержать до... 120-летия вашего. 120-летия, да. Вот 120 лет я, ну откройте уже, или вы тогда тоже забудете. Я думаю, что помогут уже, может, правники мои помогут. Но вы так себе относитесь иронично. Это что? Это самовосприятие такое? Или это такая поза, чтобы защититься от окружающей жизни? Я думаю, что это осознанная позиция, потому что самоирония очень сильно позволяет не уйти в сторону от своих целей. Из недоверия. Это большая доля недоверия к самому себе. К своим силам, к своим, так сказать, представлениям. Потерять самоиронию, это, я думаю, это величайшее несчастье для человека, для художника особенно. Потому что он может заблудиться и сильно представить завышенно свои возможности. Это вы сказали слово «цель», это не я сказал. Так какая же у вас цель? Цель? Цель, по-видимому, хочется очень прожить жизнь как художник. То есть испытать как можно больше жизненных перепетий. И метафорически, иносказательно превратить их в какие-то знаки визуального искусства, которые не вполне можно объяснить словами. Чем отличается изобретительное искусство от литературы? То есть это язык, казалось бы, самый понятный, и вместе с тем самый непонятный для человека. Музыка значительно понятнее, она входит в нашу сущность каким-то очень своеобразным путем. Ну, немножко это все сложновато. Но вот у нас есть 13-я фотография, сейчас мы покажем. Я хочу показать вас, я хочу вас показать, ну, несколько лет ранее, как вы выглядели и ваша прекрасная супруга. Вот сейчас вы на экране, вы себя узнаете? Конечно, нет. А вы себя узнаете как человека, который тогда имел цель и сегодня имеет цель. Эти люди похожи? Эти люди похожи, несомненно. Я тогда страстно любил свою профессию. А сейчас еще больше. Я думал, вы скажете жену. Ну, жена. Жена – это самый главный человек в жизни. Понимаете, это… Я не хочу говорить. А вот есть у нас такая работа, которая мне очень нравится. Просто потрясающая работа, номер один, мы сейчас ее тоже покажем. И вот вы сказали, вы любите профессию, жена – главная. И вот сейчас первая работа. Посмотрите на этого розового младенца, ребенка, который, я не знаю, взбирается, который опирается, который защищается. Вот благодаря вот маме, благодаря вот этому единству. Это настолько сильно. Вы знаете, что я хочу сказать, что вот эта тема материнства, она практически сейчас исчезла в мировом искусстве. Вообще, это знамение нашего времени, 20 век, ликвидировал эту тему, как тему, которую эксплуатируют художники для увеличения своего уважения публики к себе. Вы знаете, это страшная вещь, исчезновение темы материнства, то есть темы, видимо, Богородицы. Вот вы сейчас говорите «исчезла». И я пытаюсь вот так ретроспективу последних работ, которые видел ли я мать с ребенком, с младенцем. Вы практически не найдете. У меня все время Рафаэль. Больше у меня ничего. После Рафаэля могли быть даже Петров Водкин, допустим, самая женщина с ребенком. Ребенок голодный, подготовленный для жизни в голодном будущем. Понимаете, я хочу сказать, что сейчас исчезла тема материнства. И это говорит о факте дегуманизации искусства. Всемирной дегуманизации, которая, собственно говоря, не является концом искусства, а предвестником того, что искусство станет совершенно другим. Вот у нас есть две вещи, которые я бы хотел, прежде чем мы будем смотреть, много интересного другого. Это будет вторая и семнадцатая фотографии. Вот вторая работа под номером два, из альбома, который мы сегодня показываем. Это вторая работа, вот вы посмотрите, пожалуйста, это вот юное создание. Это вот перекликается как-то с материнством? Да, эта работа называется «Мать и дочь». Да, ну, тема вечная, так сказать, тема новой жизни и жизни уплывающей, еще охраняющей. Вот сейчас я хотел бы третью фотографию. Она очень непростая. Третья. Каждый из нас помнит подсолнухи Ван Гога. Ваши подсолнухи и подсолнухи Ван Гога – это как вас, как какой-то, я не знаю, спор? Это не спор, это, так сказать, участие в разговоре о смысле жизни, вечном смысле жизни, который будет всегда. Но подсолнухи Ван Гога при всей его трагической жизни, они все-таки какие-то жизнеутверждающие. Подсолнухи, которые я вижу у вас, в них есть какая-то трагедия. Вы считаете, жизнь – это трагедия или все-таки нет? О жизни мне, мне кажется, удалось сделать такую, написать такую фразу, которая меня вполне устраивает, размышления о том, что есть жизнь. Жизнь – это временное недоразумение, данное нам в ощущениях. Вот в этом недоразумении, которое нам дарится в виде жизни, одни люди испытывают больше удовольствия, другие больше драматического отношения к этому. Я по своей природе, наверное, ужален ощущением драматичности. Почему? Этого нельзя объяснить совершенно. Я не могу сказать, что моя жизнь драматичнее других нисколько. А то, что вы думаете, думаете о драматических событиях в жизни человечества, это проходит через вас, через… Вот прежде чем мы коснемся этой темы, которая для вас стала на многие годы одной из самых таких важных тем, я хотел бы, чтобы вы посмотрели 17-е, 17-е фотографии, 17-е произведение из этого альбома, который… Это молодая пара, это объятие, это объятие в контактационном лагере. Это правильно? Да. Прощание. Это прощание. Давайте назовем это слово. Это прощание. Это любовь. Это любовь, но любовь в совершенно другом мире. Это прощание навсегда, так сказать, обреченных людей на смерть. Я хочу сейчас сказать вам, уважаемые телезрители, обычно мы показываем короткие фрагменты каких-то фильмов, больших, хороших. Сегодня этот фрагмент, который мы покажем вам, будет больше, он будет около 8 минут. Это много, но когда вы начнете смотреть, когда вы его увидите, вы поймете, что это единственный фрагмент, который можно было показать, его нельзя было ни рвать, ни резать. Я потом скажу, кто автор этого фильма, я потом все скажу. А сейчас я просто хочу, чтобы вы спокойно сели и посмотрели этот фрагмент, который, фильма, который мы сейчас хотим вам показать в продолжении нашего разговора о трагедии, которая пережила человечество в 20 веке. Трагедия, которая называется «Холокост». Пожалуйста. Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины, ее горбоносый профиль, подбородок мужчины, услышим ее контральта с нотками чертовщины, хриплая ария следствия громче, чем писк причины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая работа, вот такой фрагмент Я сейчас, прежде чем мы продолжим разговор, я хочу сказать, кто создал этот фильм и эта часть большой работы Фильм создал Александр Беренс Фотографии также Александра Беренса Композитор и исполнитель Александр Риз Ну а картины и рисунки создал Михаил Торовский Да? Все правильно? Михаил, мы сейчас с вами подошли к самой, как мне кажется Одно из самых главных тем вашего творчества Это трагедия Холокоста Трагедия жизни и смерти Трагедия отношения людей В общем-то, это отношения народов друг к другу Это одна из ваших главных работ в жизни? Думаю, что, наверное, самое главное Я, конечно, мечтал столкнуться когда-нибудь с подобного рода задачами И эмиграция как раз оказалась тем местом, где мне удалось это сделать Поскольку мне не удалось после немногочисленных неудачных попыток Влиться в трудовые взаимоотношения с новым обществом, в которое я попал Я окрался в полной изоляции В полной изоляции, в смысле, вы не смогли найти какую-то среду Которая бы воспитала и вы как бы подпитывались от нее? Дело в том, что, приехав с классическим образованием художественным в Америку Я столкнулся с периодом американского экспрессионизма И потом концептуализма, который отрицал мои взгляды в искусстве Я не говорю, что я не буду оценивать эти явления как положительные или отрицательные Но они были противоположны моим И я оказался в такой изоляции, где подумал или почувствовал, что подошло время Когда можно давно откладываемое, счастливое время Осуществить, возможно, главную задачу своей жизни Которая была как-то подготовлена к этой задаче У меня уже были наработанные какие-то линии К счастью, моя жена взяла на себя все заботы о нашем материальном существовании В начале эмиграции В течение 10 лет она практически сделала все, чтобы я мог эту работу осуществлять в полной степени Как я это себе представлял Вы полностью отрешились от реальной жизни? Почти Вы просто как бы Жил только в своих образах Узнавал, конечно, жизнь Она влезала, так сказать, каждую минуту через окно На улице, через форточку Где угодно Но, в общем-то, мне удалось сохранить вот эту территорию неприкосновенности, где я все это делал Как зовут ваша жена, прежде всего? София София? Очень красивое имя Скажите, пожалуйста Вот часто говорят Он состоялся, потому что Потому что у него такая жена Вы могли бы точно так же сказать? Абсолютно Вы считаете, что женщина много значит в жизни художника? Ну, женщина много значит Это, извините, это вопрос не совсем конкретный Я вообще сторонник матриархата Знаете, считаю, что вообще женщина – это главное существо на земле Что мы, так сказать, мужчины приходим-уходим, а материнство остается навсегда Ну, то есть мы с вами идем по кругу То есть материнство, 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 женственность и женственность София – это воплощение для вас вот этой женственности, которая для вас очень важна Значит, прежде чем мы продолжим разговор Я хочу открыть опять Где попало? Да, да, да Мы по-прежнему Значит, вот так я смотрю в потолок и называю опять Взгляд оптимиста Большинство человечества погибнет все же мирным путем Ну, что же Вы согласны с этим? Я с этим согласен Большинство человечества погибнет все же мирным путем Это взгляд оптимиста Да Вот вас это есть Вы такой оптимист, который иногда чувствуется, что он просто иронизирует над пессимистами и над самим собой Но мы уже об этом говорили Скажите, пожалуйста, трагедия Холокоста Вы создали сколько произведений? Сколько полотен? Десятки? Я даже знаю точно Предопредственно 65 полотен маслом В течение 10, 12, 13 лет И такое же количество, может быть, в полтора раза больше таких Так называемых монументальных рисунков Которые монументальны не только по величине своей Но по емкости вложенного в них, так сказать, художественного содержания на тему Холокост Если сложить все вместе эти работы, разложить их на полу, допустим, гипотетически То, как это ни странно, они по объему своему физическому, топографическому Занимают такое место, как страшный суд Микеланджи Вот такое совпадение, понимаете? Конечно же, я, вы будете сейчас спросить, а не имел ли я в виду вступить, так сказать, в конкуренцию с великим Микеланджело По поводу, так сказать, такой темы, которая его так волновала Которая он пришел Но это действительно космическая тема Холокост это космическая тема Как и страшный суд Микеланджело То есть страшный суд это то, что ожидает все человечество А Холокост это что было приготовлено одной отдельно взятой, так сказать, национальности Это как модель будущего Да И под тяжестью несения такой модели Конечно, мироощущение человека деформируется или растет как еврею или как художнику Но вначале мы смотрим рекламу Не знаю, как вам сказать Сегодня у меня гость Или я в гостях Или мы оба гости Потому что у меня сегодня человек У вас У вас сегодня человек Которого мне бы хотел сказать только одним объемным словом Художник Потому что в моем представлении Художник это философ Это мудрец Это человек, который постоянно изучает жизнь Михаил Туровский У нас сегодня в гостях И мы говорим о жизни О трагедии человечества И прежде всего о том огромном труде, который проделал этот художник Этот мыслитель, этот философ Посвященную трагедии человечества Трагедии, которая кричит, вопиет и требует ответа Потому что это может произойти со всем человечеством Трагедия, которая называется Холокост И который вот последний месяц Я на конец января, февраля Мы много об этом говорим У нас в гостях Михаил Туровский Михаил, мы перед рекламной паузой Мы с вами закончили на том, что вот есть Холокост Некоторые говорят, что это трагедия еврейского народа Часть говорит, что это всеобщая трагедия Трагедия человечества Скажите, вот вы еврей, да? Да Я надеюсь, что это вас никак не смущает, мой вопрос Не смущает Но вы чувствуете себя вот евреем, который пишет о трагедии еврейского народа Или вы как-то вот как-то себя чувствуете выше, шире, глубже? Я не знаю, как сказать правильно Попытаюсь как-то ответить на этот вопрос Я говорю, попытаюсь Потому что на этот вопрос ответить вообще практически невозможно Это возможно было бы сделать легко или легче При исчезновении художника из жизненного пространства Когда есть значительное время, чтобы оценить правильно, неправильно Ошибиться, вернуться к теме, пересмотреть свое отношение к этому У нас такой возможности нет Мы должны сразу как-то ответить Я думаю, что для меня встреча с темой катастрофы еврейской Это вместе с ужасом, который мне был подарен Что я должен был оказаться в течение полутора десятка лет В работе и в нахождении себя внутри этого, этой темы Это еще и величайшая возможность Прикоснуться к судьбам огромного количества людей Осознать свою, многократно осознать свою смертность И осознать ценность жизни Может быть в десять раз больше, чем это испытывает человек обыкновенный Извините за слово, обыкновенный Сконцентрировано в собственное маленькое ограниченное человеческое пространство В-третьих, это возможность, которая раньше для еврея была невозможна При помощи изобразительного искусства обратиться к теме страдания человека А может быть и страдания всего человечества В еврейском искусстве у евреев не было фигуративного искусства Евреи не прошли тот длительный, почти знаете, в двадцать веков Путь христианского искусства, которое выражало страдания человека Но вот есть такой художник Христа и его апостолов Вот есть такой художник, как Шагал Да В котором тоже творчество присутствует еврейство И когда мы смотрим на картины Шагала То мы слегка летаем, мы слегка, так сказать, романтично настроены И они вселяют в нас какое-то ощущение такой, вы знаете, игривости иногда Вот все это У вас, я смотрю на ваши работы, я понимаю, через что вы прошли И этой игривости нет Вы его тоже считаете, как бы, вы его считаете еврейским художником? Несомненно, он, наверное, один из самых еврейских и очевидно еврейских художников Во-первых, потому что у него евреи очень легко узнаются по тому стереотипу О, тут я, может быть, это стереотип Стереотипу еврея для человечества Поэтому он оказался в том числе и приемлемым для человечества художником Олицетворяющим еврейство Потому что он незащищенный Он полон тагатиронии Он смех сквозь слезы Но несмотря на весь ужас и тяжесть его, так сказать, замкнутого в штетле существования Он умеет летать над домами вниз головой и играть при этом на скрипочке То есть это такой приемлемый человеческий образ еврея для человечества Такого человека можно победить Такого человека можно уничтожить Сейчас образовался постепенно, наверное, в результате этой катастрофы, которая с нами произошла Велся новый тип такого человека Человека-еврея-борца За свои, так сказать, за свою жизнь Секундочку, секундочку Тогда у меня возникает такой вопрос Скажите, пожалуйста, в современном мире надо усиливать трагичность Или, может быть, уходить от трагичности И даже в трагедии видеть определенный такой, знаете, такой гламур Такой какие-то витиеватости Например, Оскаровский фильм «Жизнь прекрасна», да? Итальянский фильм «Жизнь прекрасна», который режиссер бегает по креслу от радости За получение Оскара Все счастливы, все прекрасны А ведь там есть такой страшный кадр, когда отца ведут расстреливать его А ребенок, его мальчик остается И он, чтобы мальчику не доставить минуты горечи Он продолжает играться с ним Он продолжает им фиглярствовать и как-то смешить его Его заводят за угол и там убивают Скажите, это что-то новое? Это попытка уйти от трагизма? Вы знаете, наверное, это одно из знамений нашего времени Вот та величайшая демократическая революция, которая произошла в начале прошлого века И длится в течение всего этого времени Родила огромное количество людей Это была победа демократии и гибель элитарного искусства И огромное количество людей нуждается в облегченных формах искусства Это, знаете, это как бы вторичное что-то Не связанное с историей мирового искусства, мировой культуры Гламур сегодня обретает даже, он не может быть розовый, голубой, красноватый Он может быть даже черным гламуром Но гламур это то, чем желает питаться огромное количество людей Оно не хочет страдать Я думаю, что попытка сделать фильм по поводу катастрофы Так сказать, еврейско-итальянского режиссера Это одна из таких знаменательных век Очевидная попытка Прекрасно реализована, очень талантливо То есть это тенденция сегодня? Это, думаю, что да Чечество хотело бы забыть вообще эту катастрофу Евреи не хотели бы, так сказать, ее видеть Потому что они под кожей ощущают всегда Так сказать, эти самые застрявшие там пули И все, чем их, так сказать Это только художник, который прошел через все это Вы можете сказать Человек, ощущающий застрявшую пулю Это настолько сильный образ Я хочу сказать, что человечество Во-первых, человечеству обещают катастрофы По численности превышающие Та, которая произошла с евреями Понимаете? И вообще человечество, конечно, не хотело бы об этом думать Но нам об этом жизнь каждый день напоминает Мелкими, так сказать, укусами Вы включите телевизор, вы сразу увидите, что Сегодня произошли террористические акты Там, завтра, там Вы смотрите новости? Вы смотрите вот эти вот А как же, я смотрю А зачем в этом надо? Вам недостаточно 15 лет работы с материалом колокольца? Вы знаете, что нельзя себя исключить из жизни Потом, я надеюсь Не знаю, на что я надеюсь Но вы сами говорили о том, что Вот вы как художник Так получилось, что вы, когда приехали Вы не вошли как бы в это общество Но таким образом вам дали возможность Побыть самому собой И это дало вам определенные творческие Огромные, огромные Бенепиты, как говорят, преимущества Когда мы можем найти десяток лет Да, да, да Так зачем же выключать телевизор? Это я говорю, который имеет отношение к новостям Я понимаю Но все-таки, зачем смотреть современные новости Для художника? Может быть, надо отрешиться И, может быть, жить в каком-то своем пространстве И вы продолжаете жить в катастрофе колокольца? Я продолжаю жить в жизни Нет, я не живу идеями, которыми я жил в то время, когда я это делал Я не могу закрыть глаза на жизнь, так сказать, окружающего меня Так сказать, человеческого сообщества Я сопереживаю ему Вы считаете, не надо отрешаться Ни в коем случае Ни в коем случае Кто у вас любимый художник? У вас есть мэтр, на котором вы молитесь? Вы знаете, очень замечательно Вы меня спросили Перед тем, как ответить на этот вопрос Я вам скажу такую штуку Что когда-то во времена расцвета французского искусства Во времена салона независимых А художники, которые приносили свои работы на жюри И заполняли какие-то там анкеты У них тоже были анкеты во Франции, в Париже И они, был такой пункт, они писали, кто их учитель Вау Да, кто их учитель Ну, естественно, таким образом человек отвечал на множество вопросов Которых не надо было в последующем уже отвечать И один из художников, довольно известный сегодня Жен, то есть это Написал в своей анкете, что его учитель Микеляджи Ну и почему нет? Да, нет, все начали смеяться члены жюри Потому что он изображал в своих работах Французов, рабочих, крестьян, прачек Люмпен пролетариат, людей, которые ходили на баррикады Грязь, так сказать, нищета, крики и все прочее И вот тогда встал председатель жюри Замечательный художник Дегас Я сказал, что вы смеетесь Посмотрите, какой темперамент Это же микеланджеловский темперамент То есть человек сам указал на свои свойства Которым он приобщен Которые он исповедует Но теперь осталось вам сказать, каким свойством вы приобщили Я без стыда скажу, что мой учитель Рембрандт Самый еврейский художник на свете Понимаете, хотя он не был по национальности евреем А был голландцем Он был самый великий художник еврейский Потому что он общался на языке Библии Переведенном в язык живописи Не прямо На полном глубиной Самоощущениями, проникновениями во внутреннюю жизнь человека Он для меня главный художник Который определял Меня даже не определял Который наблюдал за мной Наблюдал Не повышая и не поднимая голос Не протестуя против меня Знаете, когда ты А вы понимаете друг друга? Не знаю, как он Я его понимаю замечательно Я понимаю его Я принимаю его принятие жизни Вот самое главное качество Рембрандта Это принимает жизнь во всех ее, так сказать, ипостасях В самых чудовищных и в самых радостных Я хотел бы, чтобы мы посмотрели несколько работ ваших И вот после слова о Рембрандте Я думаю, что это будет очень кстати Ну вот начнем прямо с четвертой То есть, которая у нас есть в папке Пожалуйста, с четвертой работы И последовать так и будем идти медленно Это вот Это все работы из цикла О Холокосте, да? Да Это все из этих работ Ну вот давайте посмотрим Вот такая Вы как-то будете И могу я комментировать Это картина, наверное Ну, в общем Комментировать свои работы художнику Наверное, не знаю Нет, если вы не хотите Так просто можно сказать Нет, я попытаюсь как-то Я уже У меня есть уже момент Отчуждения от этих картин Поскольку они оторвались от меня Уже и во времени Но вот вы знаете, что у меня лично Первое, что бросилось мне в глаза Мы говорим о Холокосте И трагедии еврейского народа Я думаю, что любой человек Любой Многие бы художники Я, наверное, не прав в этой фразе Многие бы художники Сделали этого скрипача Не на фоне креста А на фоне шестиконечной звезды Вы специально поставили на фоне креста? Вы знаете Вы видите тут крест А я вижу тут просто заколоченность Так сказать Других людей Вы знаете, там же еще есть Четыре человека То есть вы не видите сейчас креста? Сейчас После того, как мне сказали Я увидел Нет, вы искренне говорите Что до этого не винились? Или вы просто со мной заигрываете? Я не заигрываю Я в этом вижу Такая закрытость Каких-то людей Пространством Ну, знаете Лагерным Каким угодно Я Связь тут несомненная Есть С христианским Лядом Мне даже показалось Что он чуть ли не распят Только Он стоит Только Да Только руки у него заняты скрипкой Заняты скрипкой Вы знаете Эти четыре головы Можно рассматривать Как Четыре головы Евангелистов Апостолов Апостолов Знаете Луки Иоанна Матфея Понимаете Вот рассказ О жизни Так сказать Еврейства В этой трагедии Через Каких-то людей Не вообще А вот Я выбрал Какие-то четыре персонажа Вы любите критику? Вот я сейчас сказал вам о кресте Вы вдруг удивились Обожаю критику Вы любите критику? Вы читаете критику о себе? А если там ругают? Вы знаете, что Современная критика Никогда не ругает художника Да вы что? Это странная такая Почему? Я вам скажу почему Потому что Критика перестала существовать В той ипостаси В которой критика существовала когда-то Сейчас критика Это, так сказать Такой орган Который работает Обслуживает Галерейный бизнес Знаете Нету критик Какой бы он ни был Мастит И он никогда не вторгается в жизнь И не вносит В эту жизнь Своих замечаний О художниках Ему заказывают Знаете Я почти никогда Вы никогда не найдете Отрицательной критики Вот недавно Был такой случай Когда После Выставки Одного маститого Омерзительнейшего Представителя Современного искусства Который По-моему Всеми недостойными методами Поднялся На высоту Гребня Современного Современной Славы В искусстве Один Критик Из Нью-Йорк Таймс Сказал Что Послушайте Это По-моему Значительное достижение В области Китча То есть Антикультуры Но Сделав такое замечание Он вместе с тем Сделал этому художнику Привлек к нему Внимание А вот Недавно Я получил В подарок От своих друзей Такую Двухтомник Который Представляет Все мировое Скульптурное Искусство В двух Томах Это все Начинается С Первобытного Искусства Кончается Самыми Последними Достижениями Скульптуры Скульптура Это Искусство Которое Наиболее Ограниченными Методами У него нету Ни цвета У него есть только Пространство И форма Трехмерная Должно выразить Весь мир И вот Искусство Начинается Допустим В этой книге На обложке Ника Самофракийская Или Давид Микеланджелский И кончается Работой Потрясающей Современного Художника Джеффа Кунса Который Называется Микки Маус Это такие Шары То ли Это существо То есть От человеческого До Концентрированного Античеловеческого Которое Представляется Нам уже В виде Концепции Обещающей нам Новый мир Где главным Действующим лицом Будет не человек С коротостью Его бытия С его Так сказать Ограниченными Чеческими Возможностями И безграничными Надеждами Его место Микки Маус У меня У меня был Когда-то Замечательный Менеджер Он скончался В Париже У него была такая Однажды Про него Сделал такую шутку Он Вбежал Взволнованный Сказал Только что Закончился Какой-то Фестиваль Международное Искусство И вот Результат Он Выдал Изнутреннего Кармана Конверт Сделал Такую позу Как ведущий Так сказать При Вручении Премии Оскара Открыл Конверт С хрустами Сказал The winner Is Микки Маус Вот этот Микки Маус Появившийся Как с ним бороться Тогда у меня Вы сами Как бы Меня Подвели к вопросу Который Мне сейчас Кажется Интересным Вы создали Вот такое Полотно Свою божественную Комедию Или Холокостную Трагедию Божественную Трагедию Да Какова судьба Этой коллекции Какова судьба Насколько Человечество Заинтересовалось Бросилось Открывать Конверты И Провозглашать Вас Как Открывателя Я знаю о том Что в Париже Буквально Недавно Еще собирались Сделать Вашу экспозицию И в одном Из самых Престижных Мест Но после Трагедии После Расстрела Журнала После Трагедии Которая Унесла 140 человек Руками Террористов Это было Отменено Почему Наоборот Мне кажется Что происходит Объясните Мне пожалуйста Очень Закономерно Во-первых Представьте себе Открывается Такая выставка Престижная С приглашением Ведущих Телевизионных Экранов Первого Второго Третьего Канала Франции Представляете Собирается Элита Интеллигентная Которая Гуманистическая Французская Которая Которая Не стоит На позициях Традиционного Французского Антисемитизма Все собираются Вместе Члены правительства Парламент Приходят Какие-то Представители Которые Хотят Выразить Свою Солидарность Так сказать Со всем этим Какой Потрясающий Какая Потрясающая Цель Для возможного Террористического Акта Представьте себе То есть Кто-то может Войти в зал Вместе С автоматом А почему Вот этого они Испугались Я думаю Что это Одна из частей Тогда террористы Своего добились Они добиваются Своего А как же А как же Добиваются То есть Значит Получается Что терроризм Становится Сильнее Искусства Можно так сказать Сегодня да Сегодня нет Ни одного Художника Даже гипотетически Невозможно Себе представить Человека Который мог бы Повести за собой Открыть Человечество Глаза на что-то Создать Так сказать Огромного количества Людей Своих Поклонников Последователей Соратников Соборцов И тому подобное Человечество Находится В разброде В раздраве Знаете Как это В раздраве Все ожидают Чудовищных Так сказать Видоизменений Неожиданно С неизвестной стороны Все предпочитают Лучше Ничего Не предпринимать Наверное Я надеюсь Что человечество Найдет в себе Эти силы Мы видим Возникновение Каких-то Коалиций Или псевдокоалиций Которые борются С терроризмом Все мы видим Боюсь Что Стоит нам Только бояться И ожидать Но вы надеете Что ваша Ваша работа В конечном итоге Будет показана Человечеству Вы знаете Что я думаю Нет Секундочку Вы же оптимист Вы же не пессимист У меня в руках книга Оптимиста А не пессимиста Хотите еще одну фразу Насталось две минуты Пожалуйста Я называю ее Если вы Не по поводу Этого и того То ничего И афоризма писать Если вы По поводу Не этого и того То нечего И афоризма Писать Афоризмы Пишутся Только по поводу Самого главного Да Самого главного Я надеюсь Мы все надеемся Человечество Это знаете Это Это Семь миллиардов Камер Которые Наполнены Надеждами У каждого человека Есть надежда Я хочу Быть одной Из этих камер Вы очень Вы очень Интересный Оптимист Из одной Из камер Наверное Мы сокамерники Да Сокамерники Я думаю Что наши телезрители Сегодня Имели повод Во-первых Увидеть Очень интересного Человека И художника Я уверен Что наши Многие телезрители Сегодня Имели повод Вместе с вами Подумать Поразмышлять Потому что Вот Вы мыслите Какими-то такими Категориями Рембрандт Микеланджело Евреи Евреи Вас не смущает Вот такая Грандиозность У вас всего Секунды остались Для ответа Я горжусь тем Что я принадлежу К человечеству Вообще Что я часть Человечества И во мне Вот оно собралось Вот так Вот я это хотел бы Предложить Как это воспримется Это Одному Богу Известно Значит Я еще раз хочу Вернуться к тому Что я вам пожелал Чтобы то шампанское Которое вы не выпили Ни в один раз Ни по одному поводу Которое происходило В вашей жизни У вас очень много Происходило Интересных поводов И важных поводов Все-таки вы выпили На свое 120-летие Спасибо И чтобы В тот день Когда вы будете его пить Вы скажете Ну вот Первую часть я сделал Приглашаю вас На этот Прекрасно Договорились Я приду Спасибо Вам за встречу Спасибо за шампанское Которое мне предлагаете Выпить 120-летие Ну а вам Уважаемые телезрители Я тоже желаю Запаситесь шампанским Которое вы будете пить Великие события Своей жизни И смотрите картины И узнайте лучше Нашего гостя Михаила Туровского Посмотрите его работы Они есть на интернете Посмотрите Как этот человек мыслит И как он представляет мир Я думаю Что вам будет с ним Интересно Продолжать Общаться С вами был Борис Тенцер И передача Контакт по понедельникам Всего хорошего И до новых встреч По понедельникам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok